Миром Господу помолимся, Господи помилуй, о свечном мире и спасении душ наших, Господу помолимся, Господи помилуй. Благотворительная акция «Рождение добра» в Самарском духовно-просветительском центре Кириллица традиционно начинается с молебна. Праздник, посвященный Рождеству Христову, проходит здесь восьмой год подряд для детей с особенностями здоровья. Акцию организуют при участии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России». Еще большой вопрос, кому больше польза от таких мероприятий, потому что дети, которые имеют сохранный интеллект и, кажется, ни в чем не нуждаются, когда побывают в этом пространстве, видят наших особенных детей, а каждый ребенок, который с инвалидностью, он, знаете, как ангел. Вот светится, вот посмотрите, праздник сейчас начнется и насладится этой энергией, потом надолго очень хватает. Что вот это вот пространство, как кажется, какие-то проблемные ситуации, они по сравнению с другими вещами, они как-то вот ничто. В празднике участвует около двухсот детей с родителями, братьями или сестрами или официальными представителями. Для ребят и взрослых это возможность социализироваться, пообщаться друг с другом. Анна Елисеева в этот раз на празднике в качестве зрителя, но неоднократно принимала участие в концерте вместе со студией инклюзивного творчества. Мы показывали тут номера на этом празднике, но в этот раз я пришла как гость, чтобы насладиться праздником. Тут очень круто всегда, все по-доброму и очень душевно. Здесь так все время тепло, уютно, такая атмосфера, концерт, ну само рождение добра, вот это и так и ассоциируется с этим. Это очень важно для детей, особенно те, которые с ограниченными возможностями, зайти, просто пообщаться, увидеться с друг другом, потому что иногда редко такое возможно, что пообщаться, так что это очень важно. Для детей устроили праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Ребята смотрели выступления, водили хороводы, отгадывали загадки, а некоторые принимали участие в творческих мастер-классах по созданию декоративных фигурок. В завершение праздника дети получили подарки, не только сладости, но и развивающие игры. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин, События.